Добрый день, я Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Посмотрите, какую красоту нашла. Это кактус и он плодоносящий. Посмотрите, какой огромный куст. Кактусы на самом деле здесь очень большие, в живой природе огромные. Наверное, он метра два размером. И вот таким вот большим кустом растет. Если вот так вот покажу, целая плантация. В этом году кактус очень плодоносит хорошо, очень много фруктов. Вот вы можете видеть сзади меня. В начале лета у кактуса он цветет. У него появляются вот такие вот цветочки. Я сейчас нашла один остался здесь. Сейчас сяду, чтобы не уколоться. Вот такие желтенькие, желтенькие цветочки. И видите, уже начинает формироваться сам фрукт внизу. Сам плод начинает формироваться внизу. Затем он растет зеленого цвета. Как можете видеть, несозревший вариант. Вот немного подальше. Здесь вверху еще зеленый. И постепенно желтеет. Именно вот этот сорт, его можно употреблять в пищу вот в таком вот цвете. Желтом, немножко розовым. Самый вкусный он уже розового такого цвета, красновато-желто-розового. Это самый спелый, самый сочный. У кактуса будьте аккуратны, у него есть такие маленькие иголочки. Но это не колючки, а глохиди. Это маленькие, маленькие, практически прозрачные иголочки. Но это не колючки, а именно такие тоненькие, прозрачные, как в волосике, маленькие иголочки. И они цепляются за кожу, если втыкаются, то их очень сложно увидеть, обнаружить и достать, нежели обычную колючку. Поэтому в этом затруднения есть. Если вы хотите попробовать этот фрукт, будьте особенно аккуратны, пользуйтесь перчатками. И посмотрите внимательно, вот здесь хорошо видно вот эти тоненькие прозрачные волосики, которые на самом фрукте. и они растут из черненьких пупырышков. Этот фрукт содержит очень много витаминов, полезных веществ, микроэлементов. Его любят как люди, так и животные. Но животные в силу того, что они не могут избавиться от этих мелких колючек, они этот фрукт не трогают. Только птицы, я видела, что птицы все-таки употребляют в пищу. Кактус, как известно, выявили ученые. Древние растения. И родина кактуса считается Южная Америка. Там кактусы употребляли как плоды, так и сами листья в еду. Да. И употребляли в еду, это древние цивилизации, таким образом питались. Будьте, пожалуйста, осторожны не только с этими мелкими иголочками, но и с самими косточками. Да, фрукт действительно вкусный, сочный, сладкий, но внутри у него достаточно большое количество жестких косточек. Можно приготовить сок из этого фрукта. Как-то отделить косточки, от мякоти. Ну, лучше большое количество косточек не употреблять. Есть простой способ, как можно избавиться от глохидий. Вы берете аккуратно в перчатках, срываете этот фрукт, и он хорошо откручивается, когда он спелый. Он хорошо откручивается от самого листика. И вам важно найти большой, сильный поток воды проточной. Когда вы промыли фрукты сильным напором воды, глохидий практически не остается. Потом вы его разрезаете, и всю мякоть вынимать. Обычно это ложечкой кушают. Это экзотический фрукт, растет в жарких странах. Сильной струей воды промываем, и они хорошо смываются. То есть сейчас я спокойно могу держать в руках этот фрукт. Сейчас покажу вам, какой он внутри. Что там у нас внутри. Вот это сочная мякоть. Да, не есть косточки, но вот эта сама мякоть очень сладкая, вкусная. Кожицу, конечно, не едят. А вот это вот все... А, нет, одна косточка. Какая-то иголочка все-таки есть. Вот такие вот косточки. Ну, с колючками, с глохидиями, с этими маленькими, конечно, нужно быть очень аккуратными, потому что совершенно неприятное. Посмотрите, как он разрастается, становится очень большим. То есть вот здесь примерно вся вот эта поляна, она усыпана кактусами. Сейчас они плодоносят. Вот, огромная такая целая плантация. Я прям себя чувствую, как в Южной Америке на плантации кактусов. Посмотрите, как их много, прямо усыпано. Этот куст усыпан. Настолько сочные плоды и тяжелые, что сами листья кактуса, они вот так вот наклонились. С вами была Георгиевская Татьяна. И до новых встреч на канале Татя Гео. Если у вас появились какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте под видео. И приятного аппетита! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok